всем привет с вами снова илья это обзоры прогноз криптовалютного рынка на 16 октября сегодня взглянем на биткоин который в моменте уже перебивал отметку 62 тысячи долларов и также посмотрим на идеи пальто что там можно придумать сейчас биткоин доминация 46,8 процента сам битиси возле локальных максимум примерно 61 800 и мы видим что альты но скажем так не есть ну даже нет здесь каких-то очень сильных движений и сейчас мы более локально посмотрим каждый из них и может быть есть что по ним можно придумать итак биткоин по отношению к из детей давайте начинать с него и здесь ситуация следующее сначала посмотрим на информацию который у нас здесь возникает и я бы сказал что это практически копия зоны до накопления которые у нас формировалась возле 48 тысяч долларов также снизу у нас приблизительно один уровень только сейчас это 54 тысячи до этого 48 тысяч долларов сверху наклонная линия она в общем формирует расширяющуюся формацию и далее у нас пробой который также был с остановкой на линии ровно то есть вот и после этого у нас импульс далее остановка после этого коррекция и после этого уже более сильный импульс как итог давайте посмотрим на какой стадии мы находимся прямо сейчас на мой взгляд это примерно вот эта вот стадия которая у нас было по 51 1500 и здесь даже формация чем-то похожим здесь было было что-то похожим двойную вершину после этого коррекция коррекция у нас было до ровно вот этой вот линии сопротивления ну так теперь уже линии поддержки и после этого началось у нас резкое движение наверно причем движение даже более импульсное чем было в рамках первого этапа поэтому тут если смотреть опять же на налоги информации то это движение коррекционная к линии поддержки это будет 1060 и после этого резкий всплеск по поводу значит давайте рассмотрим вчерашних целей вчера тоже я видео выпустил ночью попозже и там формировал они две цели ну 60 2043 уже достигнута вторая цель 65 тысяч 400 долларов и 65 тысяч 400 долларов как раз таки может быть целью формации то есть обратите внимание коррекционное движение то есть то что у нас было на предыдущей зоне накопления далее резкий рост и резкий рост потом переходит снова у нас в боковую формацию но мне кажется что здесь уже плата не будет флэт вряд ли цена будет платиться за оттаж то есть надо же пиковая ликвидность и смысл там в общем какой-то флэт рисовать скорее всего будет или более сильный отскок или сразу же более сильное движение потому что но плетить еще вот так вот плетить прямо за оттаж это будет достаточно странно поэтому обе тисе значит что он здесь у нас прежде всего первая цель по росту окей далее судя по аналогии с формации это коррекционное движение не сильно большое здесь это было здесь это было вообще только около тысячи полутора тысяч долларов но с учетом того что сейчас котировки побольше это может быть две две с половиной тысячи долларов и далее рост с ускорением именно потому что вот здесь на ретесте у нас сразу же быки очень быстро подхватили цену вот и все в принципе по биткоину здесь особо добавить нечего пока каких-то хороших точек входа я имею ввиду с точки зрения цены он не дает поэтому агрессивные покупки я здесь не использую давайте посмотрим на эфир здесь он достиг второй цели приятно давайте это все дело уберем это нам уже не нужно достиг он здесь второй цели 3873 доллара сейчас начинает такое небольшое коррекционное движение вроде как есть дополнительный уровень поддержки сейчас конечно многое зависит от биткоин сейчас вот ровно закругление нарисовал а после которого как раз может пойти на коррекцию вот эту в районе полутора-двух тысяч долларов и могут чуть-чуть эфир тоже опрокинуть связи с этим но вроде как прямо сейчас он поддержку находит поддержка сейчас возле трех тысяч восемьсот восемьсот тридцати долларов не самая лучшая формация с учетом того что здесь у нас понижающиеся максимумы однако я напоминаю что в принципе процентов 66 70 позиции уже должно быть закрыта потому что вторая цель по нему реализовалась осталась последняя цель 3982 плюсом ко всему я бы по остатку позиции переносил стоп лосс на без убыток думаю что это правильно сделать на цену первого take profit а наверно 3761 возможно даже имеет смысл под прижать немного цены поставить стоп на 3000 но хотя нет такой ложный пробой мы можем зацепить но 3800 3790 и это будет достаточно безопасный стоп и если его сбивает скорее всего будет еще более сильное снижение там за локальные максимумы типа 3720 и лучше уж там перезайти чем стараться как-то искусственно стоп лосс здесь расширять вот и все это что касается эфира и последняя цель после последней цели с учетом того что это также совпадет с локальным максимум на 4000 долларов я думаю что мы можем ожидать коррекцию там уже какие-то новые входы если они будут формироваться а так принципе вот я смотрю на эфир и у него может быть еще дополнительное ускорение именно по движению поэтому сейчас пока не нужно вот прям полностью выходить на второй цели я бы как я уже сказал бы оставил все-таки процентов 30 позиции хотя бы 1000 на 4 и возможно после четырех после коррекции еще можно будет перезайти потому что сейчас эфир выглядит сильно у него фактически есть так где мы рисовал к вот у него фактически есть следующее смотрите импульс 1 далее зона до накопления и вот она пробивается мне кажется что пробой мы можем считать только вот здесь где-то на 3640 в итоге мы на сопоставимый примерно размер следующего импульса можем рассчитывать будет ли остановка по 4 конечно большой вопрос но в итоге фактически сейчас я посмотрю так но ориентировочные прикидки по импульсному движению 4 400 у меня где-то получается возможно чуть поменьше можно мерить там от начала импульса но формация она такая достаточно сильная но при этом хотелось бы еще промежуточные цели здесь фиксировать но это значительно позже так давайте посмотрим по дэш это будет новая идея здесь по дэш ситуация очень похожая на эфир только пока без пробоем у него есть тоже зона поддержки неплохая где-то около 170 долларов вот здесь второе что у нас здесь есть это очень высокая похожесть с формацией вот смотрите представьте что это 170 падаешь видите тоже достижение локального там уровня сопротивления после этого существенная коррекция снова подход к уровню сопротивления и вот он этот подход к уровню сопротивления тоже здесь пока цена метается но если мы посмотрим на 5 минут и там на 15 минут на график то увидим что здесь локальная поддержка вот видите на 192 образовалась то есть цена готовится на мой взгляд проходить уровень 198 связи с чем можно рассмотреть несколько идей интересны на этом фоне ну идея здесь 2 конечно первая идея на пробоины то есть мы берем пробой там стадии 198 и на тащим до 217-220 это такие первые цели и далее мы можем брать там наверное две величины зоны накопления то есть это еще где-то 248 250 где-то такая цель будет по двум зонам накопления ну и далее у нас это цель 278 ее выделяли ранее это высота по вот этому вот достаточно большому клину который подожду но блины и пробили принципе подавляющее большинство альтов поэтому есть ничего нового вот это первая идея пробойная 2 идея отбойная здесь есть сильный уровень поддержки который до этого также фигурировал вот он а сто восемьдесят семь с половиной видите вот здесь от него было достаточно большое количество отбоев потом цена прошла до 170 но потом снова зафиксировалась выше этой цены уровень был сформирован вот здесь по этим отбоем а с 8 сентября там по 13 которые были и теперь я думаю что можно также и отбойную идею взять то есть если пробоя сразу же не будет есть вероятность что поддержит цену по сто восемьдесят семь здесь мы можем взять с стоплостом под уровнем с таким запасом с учетом того что здесь были ложные пробои ведь да там пределах двух-трех долларов то есть с таким стопом взять и здесь за счет цены протащить и по идут цели 198 и у нас отдали по списку здесь также есть вот еще одна идея это бинанс коэн по отношению к есть дети давайте тоже на него немного глянем минонской несмотря на то что сразу же после новости провалился он в принципе ну провел ретест уровня 440 долларов и глядя на более глобальный такой более глобальный график мы увидим что у нас здесь формируется что-то похожее на голову с плечами похожую на то что у нас паре был но это голова с плечами она немного плоха не немного она плоха это связано с тем что у нас тенденция до фигуры фактически вот она на 70 долларов и в итоге у нас фигура вот такая вот огромная на 120 долларов то есть значительно меньше тенденция которая должна быть развернута чем разворотная фигура это очень сильно ослабевает ослабляет фигуру и это ну является таким признаком того что фигура полностью отработаться ну может и не отработаться и у нее предел отработки будет равен как раз таки предыдущей тенденции что приводит нас к отметке около 507 510 долларов то есть фактически вот она точнее это падение оно привело нас к пробою уровня 438 сверху теперь мы видим про больше 338 снизу и как раз таки и высота отработки она будет ограничена вот этим вот вот этим вот движением и в итоге 507 это где-то примерно фактическая цель теперь если мы посмотрим на более мелкий таймфрейм то увидим что вроде как здесь поддержкой 450 есть и уровень 480 вроде как к нему цена начинает подходить связи с чем опять же две идеи первое это или отбойная по 450 возможно сложным пробоем по 400 там 40 и 2 идея второй день нет у нас только одна идея здесь потому что пробой брать будет здесь очень сложно фактически уровне какого-то сильного нет у нас здесь есть только хай вот этот она перехали как правило возникает у нас коррекционное движение поэтому я бы рассматривал только или отбойную формацию или опять же ретестирующую 438 долларов так на следующая значит идея это уже голова с плечами по красивее здесь ну здесь движение до фигуры давайте вот посмотрим один цент и высота фигуры тоже видите один цент то есть здесь мы можем рассчитывать на полную отработку высоты фигуры пробой был сегодня с утра то есть еще раньше утром мы увидели довольно резкое движение далее коррекционное движение и видите сейчас начинается у нас новое движение с учетом того что наша последняя цель это где-то около 42 наверное на по по последней цели и также у нас 38 наверно еще есть промежуточная мы можем рассчитывать что вот это вот горы голова и плечи обе эти цели выбьет возможно даже немного выбит максимум и на каких-то первых импульсов которые бывают после формирования а то аж проедется поэтому здесь я бы тоже посмотрел отработку о этой фигуре импульс начался вот только сегодня я думаю что рынок это пограничное решение полностью на ваше усмотрение но лучше конечно бы увидеть такой же ли тест мы увидели по бенби и здесь на цену получше зацепить может быть имеет смысл взять рынок плюс впоследствии добавления то есть вариантов принципе много рынок не осуждая смысле рыночный вход здесь не осуждаю потому что вроде как и соотношение прибыли к рискам здесь будет неплохое с учетом того что мы еще и импульс импульс 1 пропустили и после коррекции то есть уже после коррекционного движения здесь идет ход который вроде как быками поддержим так ну и давайте последнюю монету на сегодня эта монета ну вам и здесь ситуация следующая здесь мы видим что у нас сформировался уровень поддержки 0 20 878 и несмотря на поддержку несмотря на то что монета выглядит сейчас не сильно слабо она процессе точнее нет она полностью уже отработала клин есть также такой вот видите тренд-лайн но от него она ушла довольно далеко плюсом ко всему информация которая сейчас у нас есть она очень напоминает то что было вот здесь это была прошлая вершина рынка это во первых далее сама фигура вот это вот вся она сформировалась на переходе фактически мы имеем консолидацию после уровня что не очень сильный признак а я бы даже сказал слабый и третью очередь мы здесь имеем понижающиеся максимумы уже локальные которые могут к пробою этого уровня привести что в итоге я думаю ну сначала там естественно помурыжит но впоследствии приведут нас уже к более низким значением ценовым поэтому здесь идет шор вот и дев шорт может быть пробой на во первых на более безопасно и возможно пробой плюс небольшой возврат чтобы не цеплять свои стоп-лоссы и уже последствия движения до 18 8 до 16 центов возможно даже дальше потому что очень сильная очень сильный тренд line из чем за ним будет довольно большое количество стоп-лоссов и могут еще и за ними сходить поэтому тут можно вот такой монетой поработать причем поработать здесь шор вот и все на текущий момент времени я напоминаю вам что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками ни в коем случае не инвестируйте то что вы не готовы потерять а также всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения о свое торговое решение принимать самостоятельно я с вами прощаюсь всего хорошего и пока